Здравствуйте! В эфире канала Россия итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе автопарк, учреждение образования, здравоохранения, культуры республики пополнился в общей сложности более чем 40 единицами транспорта. На центральной площади Черкеска ключи коллективам районных и городских муниципальных организаций вручил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности расскажет Артур Мхце. Этот автомобиль класса «С» значительно расширяет возможности медиков Карачаев-Черкесии при оказании неотложной помощи без отправки пациента в медучреждение. Класса «С» две единицы автомобилей, полностью оснащённые современным оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную реанимационную помощь пациентам. Практически это палата реанимации в автомобиле скорой помощи. Внутри имеются аппараты ИВЛ и УЗИ-аппараты, дефибрилляторы и многое другое. Этот специализированный транспорт, а также автомобили класса «Б» сегодня поступили в медицинские организации. Ключи персонала учреждений здравоохранения на центральной площади Черкеска вручил глава республики Рашид Тимрезов. Всего с 2016 года автопарк пополнился более чем сотней карет скорой неотложной помощи. Автомобили класса «С» идут в службу медицинной катастроф для осуществления медицинской эвакуации пациентов между стационарами либо за пределы республики для направления в федеральные центры на госпитализацию, если это пациенты тяжелые. Касаемо автомобилей класса «Б» эти автомобили распределяются между районами ЦРБ и ЦРБ и станцией скорой помощи города Черкеска. Необходимость обновления автопарка скорой медицинской помощи стоит перед властями, исполнительным органом государственной власти Карачао-Черкесской республики уже давно. Однако, в последнее время мы получили такое количество автомобилей, что позволяет практически в рамках норматива оказания скорой медицинской помощи, а именно 15 минут, доезжать до самых удаленных уголков Карачао-Черкесской республики. Помимо этого, по разным населенным пунктам республики были распределены автобусы для перевозки школьников. За последние несколько лет автопарк учреждения образования Карачао-Черкесии увеличился в общей сложности почти на две сотни удобных транспортных средств. Они оснащены специальными навигационными системами, тахографами, ограничителями скорости и многим другим, что необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, новым автобусом для гастрольной деятельности обзавелись театральные коллективы республики. И работа по дальнейшему обновлению автопарка Организации здравоохранения, образования и культуры будет продолжена. Артур Мухцер, Расулбердиев, Вести Карачао-Черкесия. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Принятый в 1954 году Ассамблея ООН, праздник направлен на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их уровня жизни. В Карачаево-Черкесии контроль и надзор за соблюдением прав ребенка осуществляет аппарат, уполномоченного по правам ребенка. С его руководителем Натальей Бондаренко мы встретились накануне в пресс-центре студии телевидения. Добрый день, Наталья Александровна. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет аппарат, уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии. Аппарат, уполномоченного по правам ребенка, существует не так давно, существует всего лишь с 2011 года. В аппарате работает тоже небольшое количество человек, всего 4 человека. Аппарат является государственным органом, осуществляющий функции мониторинга, надзора, контроля за соблюдением прав детей нашей республики. В основном деятельность аппарата основывается на проведении мониторинга различных сфер деятельности, там, где задействованы дети. И уже вырабатываются какие-то меры, если выявляются нарушения прав детей, то вырабатываются меры. Эти меры направляются в органы исполнения, в органы исполненной власти для устранения данных нарушений. Но что делает, например, прав? Конечно же, держит на контроле обеспечение питанием школьников, организация летнего отдыха. Мы ежегодно проводим мониторинги таких сфер. Обеспечение детей в сфере здравоохранения. В этом году проводились мониторинги медицинских кабинетов, были выявлены ряд нарушений. И вот сейчас Министерство здравоохранения устраняет эти нарушения, проводит уже свои непосредственные проверки и приводит в порядок деятельность данных кабинетов. Я думаю, что к концу года это уже будет приведено в соответствие. О чем чаще всего просят уполномоченного по правам ребенка? На ваш взгляд, какие права ребенка сегодня нарушаются чаще всего? Вы знаете, сказать, что определенная статистика каждый год одна и та же, я тоже не могу сказать. В этом за прошлый год, за 2021 год, в аппарат уполномоченного поступило 464 обращения. За прошлый год лидером обращений были нарушения жилищных прав детей. Это, конечно же, обращались дети-сироты, которые должны быть обеспечены жильем. На втором месте у нас по прошлому году это нарушение прав в сфере здравоохранения. На третьем месте образование, на четвертом месте социальное обеспечение. Но каждый год меняется. Вот, например, если брать 2020 год, по сравнению с 2020 годом, на первом месте были нарушения прав в сфере образования. В основном обращаются по устройству в школу, когда ребенка определяют в школу, либо не по месту жительства, либо не по месту прописки. Сейчас в соответствии с законом, что если старший ребенок обучается в этой школе, младшего, даже если не по прописке, младшего тоже должны определять в эту школу. Но часто приходят заявители с такими проблемами. А еще очень много в сфере образования вопросов, связанных с конфликтами в образовательных учреждениях. У нас по образованию неумение, то ли после пандемии, то ли еще что-то, люди просто разучились общаться. И у нас практически было, что каждую неделю мы выезжали в образовательное учреждение не только в городе, но и по республике для урегулирования конфликтов. Конфликт идет сначала ребенок-ребенок, ребенок-учитель, дальше идет учитель-родитель. К сожалению, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, именно проблемы, это когда к нам обращаются уже достаточно поздно. Когда уже проблема стала огромной, как снежный ком, и уже такую проблему решить достаточно сложно. Намного проще, когда обращаются в самом начале конфликта. Тогда и проще, и быстрее урегулировать данные конфликты. Наталья Александровна, как Вы считаете, необходимо ли следить за социальными сетями школьников? В обязательном порядке. Каждый родитель по закону несет ответственность за своего ребенка. И опять-таки контроль соцсети, мы все с Вами знаем, мы уже в нашем современном мире не можем обходиться без социальных сетей, потому что интернет – это и положительная информация, и нужная информация, которую можно найти в любой момент. Но интернет – это также и негативная информация. Родитель должен контролировать нахождение ребенка в соцсетях, дабы оградить ребенка от негатива, который находится в соцсетях. Вот к нам пришел человек с каким-то нарушением прав. Вот пришли и говорят, что нас, например, вот, пришли мамы детей-инвалидов и говорят, а у нас, вот у меня ребенок-инвалид, колясочник, я не могу подняться на второй этаж. Второй и третий этаж, чтобы пройти всех специалистов. Вот как нам быть? Вот мы совместно, вот мы собрали, мы коллегиально с Министерством здравоохранения сделали что? Мы сделали так, что сделал один кабинет на первом этаже. То есть мы организовали кабинет именно для детей-инвалидов. То есть уже эту категорию, ну, то есть эту проблему мы решили. Дальше уже, вот, я же говорю, мы решаем проблему по мере, вот, 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 все обращения, это же носит заявительный характер. Вот если к нам пришли с заявлением, вот, значит, мы этот, если говорить о том, сколько у меня вот сейчас на рассмотрении находятся заявлений, но сейчас у меня на рассмотрении находятся вот именно нерешенных пока проблем 80 обращений. Это пока вот они находятся в процессе решения. У кого-то мы проводим службу медиации с родителями, чтобы их хоть как-то примирить, потому что там действительно идут военные действия. У кого-то вот не могут записаться к какому-то врачу и ждут уже полгода, не могут записаться. Кому-то нужно в экстренном порядке квота, не решается вопрос через Минздрав. Вот в такие проблемы я подключаюсь, но вот мы решили эту проблему, но мы же дальше уже на контроле этого ребенка не держим, потому что проблема решена. Если у ребенка возникнет еще какая-то проблема, ну, они обратятся. Очень часто вот ко мне обращаются вот сироты наши, бывшие выпускники учреждений, когда уже выпускаются из детского дома, и они вроде бы как уже и старше 18 лет, они уже вне моей юрисдикции, потому что у меня идет четко обозначено, что защита прав от детей от нуля до 18 лет. Но я понимаю, что эти дети никому не нужны, я их сопровождаю в дальнейшем. У меня вот многие мамочки уже сами, дети-сироты уже сами стали мамочками, уже у самих дети продолжают ходить в наш парад за какой-то там помощью. Ну и понятно, что я не отказываю никому, я не могу и не вправе отказать, уже и у них уже есть свои дети. То есть вот если провести аналогию с уполномоченным по правам человека, к ним обращаются как в организацию последней инстанции. То есть ты прошел все инстанции, например, там суд, прокуратуру, и идешь вот к ним, когда уже все прошел. И они тогда уже принимают к исполнению это обращение и начинают работать, и смотрят, были нарушены, не были. У нас организация, мы не ждем, когда к нам придут после всех инстанций. Мы являемся так же и принимаем обращение, как организация первичной инстанции. То есть к нам могут прийти и сказать, вот там, моего ребенка не лечит. И мы подключаемся и занимаемся, делаем так, чтобы ребенку была оказана грамотная, квалифицированная помощь. Но помимо этого еще вот мы мониторим законодательство. У нас, например, вот на сегодняшний день, вот почему, вот я говорю, что мы сопровождаем этих детей, которые уже закончили выпускники детского дома, но уже они выросли старше 18-й. И вот мы сейчас разработали законопроект, направили его в народное собрание для того, чтобы закон о постинтернатном сопровождении, чтобы этих детей сопровождали и в дальнейшем. Потому что они 18 лет, но мне кажется, они все равно еще остаются детьми. Поэтому вот, я же говорю, мы не только вот смотрим, мы еще вот, например, смотрим проблему, вот какая-то проблема. Мы пытаемся решить, пытаемся вот решить вот даже по медицинским кабинетам. Мы пришли посмотреть столовую, зашли в медицинский кабинет, оказалось, что медицинские кабинеты нет. И вот теперь организовали проверку, я надеюсь, вот сейчас решится эта проблема. То же самое и вот как по детям-инвалидам. Сейчас каждый ребенок инвалид, вот как решен вопрос в детской поликлинике, если ребенок либо колясочник, либо имеет инвалидность, он приходит в этот кабинет, и все специалисты, то есть ни ребенок, ни мама с коляской, с ребенком-колясочником ходят по этажам, а все специалисты спускаются в этот кабинет и уже оказывают помощь уже на первом этаже. Это, ну это же удобно, и маме, и маме удобно, и для ребенка это безопасно. Но я же говорю, мы более вот выявляем проблему и пытаемся ее решить в дальнейшем, чтобы предотвратить подобные обращения по этому вопросу. Наталья Александровна, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо вам, что пригласили, мы всегда готовы, мы всегда открыты к диалогу, всегда рады. Спасибо вам большое. Люди, которые не сдаются. В Карачаево-Черкесской республиканской организации Всероссийского общества слепых отметили Международный день слепых людей. Кто принял в нем участие? И о людях, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются в нашем внимании и понимании, расскажет Альбина Ламкова. Иван Угебгарту 85 лет. Он в годы политических репрессий вместе с близкими вынужденно покинул родные края. Вывезли семью в Томск. Прибыв на место, совсем через малый промежуток времени заразился корью. Для него эта болезнь стала точкой невозврата к прежней жизни и к ее ярким краскам. Зрение с каждым днем ухудшалось. И в пять лет Иван Григорьевич полностью ослеп. Но на незрячую жизнь, а тем более на возраст, он не жалуется. Любит прогулки и чтение специальных книг. Не чувствую себя, что мне 85. Работал в Томске много лет, был музыкарным работником. Вообще кончал по классу баян. Ну и на фортепианте играл. Иван Григорьевич, возвратившись из Томска, возглавил региональную организацию инвалидов общества слепых. Руководил ею 15 лет. Я когда пришел, ни у кого никаких льгот не было. Инвалидов первой группы. А ушел, ну на 50% их освободили от уплаты за все коммунальные услуги. К быту Ивану Григорьевичу помогает внучка. Есть правнуки. На мероприятия в общество слепых всегда приезжает с большим удовольствием. Знает, что будет общение и концерт. Тем более, что музыкальные номера всегда дарят отличное настроение и нотки радости. Говорит он. Храни тебя от горьких дней. Моя Россия. Моя Россия. Действительно, в обществе слепых царит атмосфера уюта, добра, взаимопонимания, отметил в своем обращении министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. В повседневной жизни вы подтверждаете, что даже с этой проблемой можно достойно жить и наслаждаться жизнью. Пользуясь возможностью, я еще раз хочу поблагодарить и Сергея Матвеевича за большую и активную работу по защите ваших интересов. За то, чтобы вы повседневно чувствовали себя равными среди равных. В республике более трех тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них члены Всероссийского общества слепых. Руководит организация Сергей Дубовик. Он выразил благодарность за помощь, которую они получают от государства и просто неравнодушных людей. Пожелал всем в Международный день слепых жить верой в чудо, дарить миру добро, как это делают члены общества. Для гостей организовали и выставку. Выражая состояние и фантазию авторов, она впечатлила всех большим разнообразием. Были представлены картины, вышивки, вязания, мягкие игрушки и многое другое. Все поделки изготовлены с любовью и большим мастерством. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корчаева, Черкесская Республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 28 ноября по 2 декабря проводят Дни открытых дверей. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. По адресу город Черкесск, проспект Ленина, 144А. Здание бывшего онкологического диспансера. Телефон в Черкесске 2045-29. Телефон горячей линии 8800-200-0200. 8800-555-49-43. Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ. На базе молодежного спортклуба военно-патриотической направленности «Калибри» проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине. О том, как можно пройти курсы, узнавал Алихан Лепшоков. Эти курсы позволят тем, кто собирается отправиться в зону СВО, получить необходимые навыки начальной военной подготовки и абсолютно бесплатно. Руководитель спортклуба «Калибри» представитель общественного совета ПМВД по Карачаево-Черкесии Марк Кириенко рассказал участникам о тактике ведения боевых действий. Здесь на специальном учебном пейнтбольном полигоне отрабатывают на практике то, как нужно себя вести при огневом контакте с противником и другие стратегические навыки. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, так называемая тактическая медицина, показания самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный на то, что люди не только прослушали лекцию, что как, а именно попробовали на себе. То есть, я всегда говорю, что процент выживания вашего максимального ситуации равен проценту ваших навыков. На занятия ходят не только те, кто собирается отправиться в зону специальной военной операции, но и школьники. Эти навыки необходимы каждому, и поэтому важно не просто про это читать в учебниках, но и самим научиться о замначальной военной подготовке, говорят участники курсов. Чтобы получить определенный опыт, знания, как-никак 18 лет в армию пойти, полезно будет все-таки. Все свои навыки я приобретал непосредственно здесь, на этом полигоне, которые касаются именно тактических. Почему я здесь нахожусь? Мне не хватает навыков медицины. Именно медицины, оказания первой помощи, к сожалению, я ими не владею. И на данный момент у меня цель такими навыками обзавестись. Видел видео, много обучающих, но видеть это одно, а пробовать это совсем другое. Самая необходимая часть курсов – это владение навыками военной медицины. Это немаловажно в условиях, когда может понадобиться помощь раненым на передовой боевым товарищам, или же самому себе. На этих занятиях каждый может получить бесценные знания. Дальше жгут накладывается именно без марта. Таким образом вы его растягиваете, если сейчас марта будет без растяжения, подразумевается, что он сильно растягивается. Накладывается как можно выше плечевого и подмышится. И делается натянутый оборот и делается перехлёст. Для того, чтобы конец вам не нужно было удержать и помогать себе в руках. Организаторы данных курсов уверены, что здесь ребята получат необходимые навыки, которые окажут помощь при попадании в чрезвычайную ситуацию. Алихан Ипшоков, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Пройти пешком путь от Шанинского до Сентинского храма и увидеть, как на ладони западную вершину Эльбруса и красоту гор Двух Ущелий отправилась первая на сегодняшний день туристическая группа студентов Карачаева-Черкесского госуниверситета. Подробности у Аллы Динаевой. В средние века Шуанинский и Сентинский храмы соединяла Пешая тропа. Расстояние между ними около 25 километров по руслам рек Большая Шуана и Дженнирик. В рамках проекта «Кавказ-дом» первая на сегодняшний день туристическая группа организованно направилась по живописному маршруту. По осеннему лесу, пересекая горные стремительные ручьи, преодолевая крутые подъемы, пролегает этот путь. А такие красоты и пейзажи на лирическое настроение настроят каждого. Счастье! Вдруг тишине посущалось двери. Пешком через большое ущелье Шуана, пройдя 13 километров, студенты вышли на плато Дордун над Оулом Дженнирик, где разбили палаточный лагерь и остановились на ночлег. Великолепная панорама величественных вершин и белоснежного Эльбруса открывается отсюда. На второй день к участникам передвижного форума приехал ректор Качегу Таусултан Узденов. Мы вас очень ждали. Спасибо, спасибо. Я рад приветствовать всех. Самое сложное и самое интересное, я думаю, часть маршрута пройдена. Все хорошо себя чувствуют? Да. Сильно устали? Нет. Нет? Да. А почему не взяли меня с собой? В следующий раз обязательно я тоже буду с вами. На Высокогорье на фоне прекрасных вершин под шатром продолжили беседу участники проекта «Кавказдом». Ребята отделились с Таусултаном Аубикировичем впечатлениями и строили планы. Диалог получился живой, интересный и содержательный. А реализовался этот передвижной форум благодаря… Прежде всего, это центр экстремальных видов спорта «Донбай», который организовал, который выиграл грант. Университет выступил партнером, основным партнером этого мероприятия. И мы всегда готовы поддерживать мероприятия, направленные на развитие молодежи, развитие их творческих, креативных способностей. Здесь, замерев молча, хочется долго наблюдать эту красоту и вершины не только гор Тибердинского, но и Кубанского ущелья. По программе студенческого туризма прошла отбор и студентка Ивановского госуниверситета Анастасия Ленец, что помогло ей стать участником. Больше всего меня впечатлили эти прекрасные виды, потому что, конечно, в нашем центральном федеральном округе такого не хватает. Все эти многоэтажки надоедают, и вот хочется просто вырваться и полюбоваться на эти просторы. Я была в вашем прекрасном городе, но там довольно холодно, но красивый город. И даже в полевых условиях Исмаил Качкаров готовит вкусные завтраки и обеды. Помогают ему студенты, а чтобы все были накормлены, Исмаил начинает трудиться с 6 утра. Ориентировочно в лагере свыше 40 человек. И получилось, завтрак у нас был хачаны с мясом, хачаны с картошкой и пироги с сыром и с творогом. Потом шашлык из курицы, шурпа из баранины и, кажется, на сегодня все. Храмовый маршрут предполагает три варианта передвижения – пеший, конный и автомобильный. Его мы разрабатывали давно и продолжительное время изучали эту местность, говорят организаторы. Начинали мы наш маршрут утром в 9 часов. Вчера? Да. Здесь мы были к закату, в 5 часа мы уже были в лагере. А почему для ночлега выбирается? Понятно, что пейзажи красивые, еще плюс какой? Разница между точками старта и остановки как раз позволяет за световой день дойти. От Шанинского храма большую часть маршрута участники проекта «Кавказ-дом» прошли пешком, а оставшуюся часть пути от плато Дардон до Сентинского храма решили преодолеть на автомобилях. И на закате солнца они направились в путь. Аладинаева Мухаммед Ашибоков, Вести, Харачева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи. Папа, мне дай две тысячи, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи. Милый. 585 золотой, две вещи за две тысячи. Палундра! Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу только до 27-го неделя в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. Лёша практически сразу пошёл в военкомат, потому что понимает, что это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтёрские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно ну очень много для счастья. Гоночные аттракционы. Изысканные деликатесы. Удивительные открытия. И в ямку бух. А чтобы детского счастья стало ещё больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребёнка в рамках национального проекта «Демография». Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением «Налоги.ФЛ» или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона. И затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя.